Всем привет, друзья! Включение из Москвы. Вот столько железяк, короче, штук 10 системников разных. И все они почти 775. Вот столько железа. Машина еле закрывается. Все под завалку. О, нифига себе, а это еще что? Вот такие дела. Куча железа. Тут еще таблетка даже стоит. Недушка, считай, компьютер. Нет, а... Какой он функционал? Запись с камер. Офигенно. 478 с четырьмя планками памяти. Это нормально. Если он держит топовые братцы, что вряд ли, конечно, мне кажется. Он же модный. Ну да, да, встроенный этот посткартер. В общем, вся машина под завязку. Отлично. В общем, поблагодарим человека. Спасибо тебе за все это железо. Вот съездили в центр Москвы, забрали кучу хлама. Так что на ближайший месяц обеспечены сборки, всякая прочая херня. Ну и спасибо оператору за то, что он предоставил свою телегу. Телегу, чтобы предоставил. Да, не за что. Не смейся, а то все это слышно, там чувствительный микрофон. В общем, мы выдвигаемся в область. Если доедем с этим всем и не пойдем в ДФ, будет очень хорошо, потому что машина аварийная. В общем, так что ждем, но вернее вернемся, когда все это будет занесено домой. Посмотрим, что же это за железо. Все, выключай. Вот столько компьютеров, друзья, приехало ко мне домой. В общем, 4 снизу компьютера в абсолютно идентичном корпусе. Oldie Computers. 4, в общем, одинаковых системника совершенно. Ну, по крайней мере, визуально. Я уже не помню, что там за железо в каждом из них. Далее у нас еще 4 компьютера. Один белый корпус, другой серо-черный. Вот сейчас кошара на них запрыгнул. Сейчас он свалит, наверное, на верхней системнике. В общем, 3 системника черно-серых. Один в удручающем состоянии. Самый крайний. Абсолютно идентичный. У меня есть корпус Oldie точно такой же, абсолютно. С кардридером, который мне достался весь ржавый, который я хотел красить. И, в принципе, если удастся оттереть вот этот, в принципе, можно сказать, я нашел точно такой же корпус. Так что в том уже отпало необходимость. Туда можно будет собрать какой-нибудь PGA370, который не жалко. В общем, еще сверху один очень даже ничего симпатичный, который левый край не сверху. Ну и черный тоже, но он немножечко загаженный. И, как я понимаю, без нижней заглушки, где USB. В общем, 4 вот таких симпатичных вполне корпуса ко мне приехало. Да. Вот, покажу их ближе. Вот самые верхние. Вот такие вот. Флопарь на левом все портит. Флопарь там абсолютно ни к чему, ни к месту. Вот еще 4. И 4 абсолютно идентичных Oldie Computers. Ну, что мы корпуса до корпуса. Давайте посмотрим, что у нас внутри этих компьютеров. Это же гораздо интереснее, чем смотреть их визуальное состояние. Крышки от всех этих системников есть. Они все лежат в прихожей. Я их пока сюда не заносил. У меня и так здесь очень даже много некондиционных системников, некондиционных корпусов осталось. Вот, как вы видите, у меня и так здесь вот такой склад. И теперь к этому всему прибавляется еще вот эти 10 штучек. Там вдалеке стоит копир. Я забрал еще копир. В принципе, думаю, да, может сгодится когда-нибудь, для чего-нибудь пригодится. Здесь кот лезет в коробочку. Кс-кс-кс. Какой кошар деловой. Там стоит копир. В общем, вот такие вот корпуса. И давайте посмотрим железо этих компьютеров. Скажу вам, что помимо этих системников досталось еще пара пакетов всяких интересных барахлишек. В общем, всякой интересной фигни. Сейчас же посмотрим эти системники. И скажу вам, что в основном там одни 775-е. В общем, давайте приступим к осмотру. Первый у нас самый... Придурок тупой ударился головой об системный блок. Ну, он, короче, вот сюда напугался и ударился прямо об флопарь башкой своей. Ладно. Так, первый системный блок. И свалил. Ему стыдно стало. Очень-очень красивый корпус. Это самые дешевые корпуса, которые продавались в магазинах по типу DNS с где-то 2010 по 2012-2013 год. Я помню такие корпуса. Видимо, по работе туда засунули флопарь. Здесь есть две еще дополнительных под USB, как вы видите. В них часто встречались в более богатых комплектациях таких корпусов. В них встречались USB 3.0. Я такое видел. В общем, этот корпус, я думаю, знаком многим, кто давно занимается компьютерной техникой, кто собирает компьютеры. Что у нас внутри? Давайте посмотрим. Внутри у нас, так, я даже не знаю, как вот так все показывать. Внутри у нас 775-ка без оперативной памяти. Там есть процессор, есть охлаждение, есть жесткий диск. IDS, скорее всего, на 80 гигабайт, на 40 гигабайт. Но собирался по-бедному. В то время это компьютер для офисных целей. Блок питания. На 350 ватт. Это у нас Powerbox. Шлейф IDE есть и шлейф SATA есть. Что смущает, это то, что кто-то оторвал охлаждение с моста. Не знаю, для чего еще так варварски. Там, похоже, был какой-то термоклей и его просто выломали. Также есть 80-ка вентилятора у нас на боковой стенке. Привода нет. Есть зато флоп и дисковод, который, разумеется, мы отсюда снимем. Этот корпус будет весь отдрайен, потому что он в отличнейшем состоянии. В него пойдет сборочка на Феноме. Соберем в него сборку на Феноме, которую я хочу продать. В общем, этот корпус пойдет 100% под сборку на Феноме. В общем, вот такой вот первый из 10 компьютеров. Видео будет долгим, скорее всего. Так что запасайтесь чаем, я не знаю, или чем-нибудь еще. В общем, вот такой первый системник. Давайте посмотрим второй. Вот такой вот второй корпус. Что могу по нему сказать? Он весь замусоленный, в ужасном состоянии именно визуально сейчас выглядит, по крайней мере. Но так, в принципе, он целый. У него целая верхняя крышка без вмятин, без сколов, без глубоких царапин, без всего такого. Если под него заглушечки удастся найти черные, либо покрасить кинуть заглушки, под него будет великолепно. Также в нем имеется LG пишущий привод черного цвета. И сам корпус выглядит вполне себе презентабельно. Если, конечно же, он будет в чистом и в нормальном виде. С ним тянуть не будем, здесь ничего интересного. Опять 775-й. Две планки памяти. Я не знаю, DDR1 или DDR2. DDR2, наверное, скорее всего. И опять кто-то варварски с моста оторвал кулер. Что же за люди? Зачем вы поотрывали эти кулеры? Кстати, если матери рабочие, я не знаю, где мне брать такое количество охлаждения под них на мост. Потому что это было... Во-первых, у меня нет термоклея. Ну, очень по-варварски кто-то поступил с вот этим охлаждением. Кому она вообще может понадобиться? Я вот, честно, даже не понимаю. Вот такая вот мать. Какой у нее чипсет, интересно? P5 LD2VM SE. Ну, я не знаю, на каком она чипсете, но всего лишь две планки оперативной памяти можно поставить. Поэтому я думаю, что это слабенькая офисная материнка. В общем, здесь зацикливаться не на чем. Тут тоже. А, вот, да. Нашел косяки. Вот. На этом корпусе есть косяки в виде вот таких. Но здесь можно подкрасить. Здесь не знаю, так и останется, что поделаешь. Какой-нибудь пентак соберем в него топовый. В такой корпус. В принципе, вот в таком корпусе Pentium 3.2 или 3.0 будет совершенно не стыдно продавать. Будет не стыдно за Pentium. Давайте перейдем к следующему системнику. Следующий системник достаточно в удручающем состоянии. Выломан передний USB. Он сам весь покоцанный. Очень даже прилично покоцанный. Не знаю, удастся ли это оттереть растворителем или еще чем-нибудь. Но на такая сборка, такой корпус подойдет лишь под сборку какого-нибудь 478 на Celeron или 478 на Pne 2.0, там 2.4. В общем, не топовая сборка. Чисто сборка за 1000 рублей, которая будет продаваться, которую не жалко и от которой нечего требовать. Что у нас внутри? А внутри у нас, ребята, топ 478. Ой, блин, извините, пожалуйста. Вот только взгляните на эту турбину охлаждения. Какое же классное было охлаждение на этом 478. Вернее, что значит было, оно и есть сейчас. Больше смахивает на AMD. Я помню, такие охлаждения от Titan на AMD. Также стоят две планки памяти DR1. Не знаю, всем ли все видно. Сейчас вытащу память. Одна планка на 512 мегабайт. Да, все же так хорошо видно. На 512 я вам его буду озвучивать. И на 26. Но особой ценности они не представляют. Я пока их брошу сюда в корпус. Зато вот жесткий диск в этом системнике на 80 гигов. Seagate Barracuda. Стандартный набор классический офисный тех годов. Seagate Barracuda 80 гигабайт. Очень даже неплохо. Жесткие диски у меня нынче в дефиците. Ну, я говорю, визуальное его состояние на троечку. Чуть ниже тройки. Вот такой вот системный блок. Давайте переходить к следующему. Уже четвертый системничек. Я уже устал их обозревать. Ничего нового в них нет. Здесь прикольный привод стоит. DRV Asus. Я помню такую серию приводов. У них, видите, вот эта плашечка, она выпирает. Как бы объемная. Вот серьезно. Кто замечает, она объемная. То есть, создает какой-то объем. В общем, лицевая часть, лицевая морда этого системника сразу выглядит симпатичнее. Не было бы флопаря. Было бы вообще отлично. У него не мятая задняя крышка. Вернее, верхняя крышка. У него не поломанная, не жуткая сарапанная передняя панелька. Она просто очень грязная и засаленная всяким жиром и каким-то то ли клеем. Я не знаю, что это. В общем, это его визуальный вид. И внутри не может не радовать. 775. 775 с PCI-X. Да кто поотрывал, короче, эти мосты все? Я не понимаю. Что это за люди? Опять оторваны мосты. О, оторвано охлаждение на мостах. Что за хрень? У меня, конечно, есть дохлые матери. Я надеюсь, что кристаллы не покололи своим вот этим отрыванием этих мостов. Потому что, ну, это грустно. Блин, ребят, реально, это уже грустно. Четвертый компьютер и оторвано охлаждение с мостов. Что ж за варвара этим занимался. Что мы здесь имеем еще? У нас IDE-привод. У нас две планки оперативной памяти DDR2. И сетевая карта. А, блок питания. Блок питания на... На-на-на-на-на-на... Не вижу, короче. Не вижу, насколько он ватт. Хоть убей. А, 430. Нет, output 240 ватт. Вот они хитрые. И две планки памяти. Память самая интересная. DDR2. Это всегда нужная вещь. 512. Так и знал. Бесполезные планки. И 512. Совершенно бесполезные планки в наше время. Но оставлю их. Также IDE-привод черный. Но вы его видели. Вот такой вот. У нас был уже четвертый. Это какой? Да, четвертый. Это системный блок. Жалко и обидно за охлаждение на мостах. Кто же вот так варварски поотдирал. И кому оно вообще к чертям собачьим нужно? Без самой материнки. Я не понимаю, ребят. Хоть убейте. Если эти матери заводятся, очень грустно то, что так кто-то поступил с охлаждением. Ладно. Давайте перейдем к следующему. Пятый системный блок. У него отсутствуют две лицевые панельки. Заглушечки под... Где кардбидр, где флопарь стоит. Также черный дивидером имеется. Так. А вот здесь у нас железо. То, что надо. Это у нас мамка. Не очень надежные матери того времени. ЕЦ. ЕЦС. Что за мать такая? Видимо. Похоже на Вио. А, да. Элитгрупп. Элитгрупп. Вот. Все. Вспомнил. У меня потому что одно время было очень много 478-х дохлых матерей. В то время именно от элитгрупп. Кто-то снял себе охлаждение. Оставил. Вернее, кто-то не выдержал надругательства над собой охлаждение 478. Я думаю, многие из вас, пацаны, знают, как оно трудно снимается для тех, кто делает это впервые. Как его хочется сломать в моменты снятия. И вот кто-то это сделал. Кто-то выломал его просто. И зачем-то снял сам радиатор. Я не понимаю этих людей. Зачем это кому-то нужно? Но заметьте, с 478-го не сняли радиатор моста. Что за изверги? Вообще непонятно. Да. Да. Ух ты, е-мое. Это что? 478 с DDR2. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Так. Охренеть. Вы это видите? Сейчас. Вы сейчас это увидите, ребят. Нужно чуть-чуть подождать всего лишь. Да, вы это не увидите, пока я не отдарю обратно. Вот. DDR2. 533. Попробую еще осторожно ее приблизить. Прям помаленьку. Охренеть. Если это мать рабочая, это дельный артефакт, я вам скажу. Это реально дельный артефакт DDR2 533. Круто. Что за процесс интересного? Не из какой-то, скорее всего, какой-нибудь 3.0. Офигеть. Я вот такого не ожидал. Серьезно. Это круто. Сам корпус в среднем состоянии. Крышка не мятая. Есть затиры. Есть, в общем, царапины, коцки. Но, опять же, не страшно. Для продажи вот как раз такого вот 478-го с DDR2 вполне себе ничего. Корпус за тысячи полторы, я думаю, такой компьютер за даже, может быть, две сможет продаться. В общем, это был пятый компьютер. Давайте переходить к следующему. Следующий системник. Фирменный корпус Aldi. И он тоже в таком же удручающем состоянии, как и мой. Точно такой же, который мне достался в рубрике ПК-утилизатор. Пару серии назад. Пару видосов назад у меня было видео. В общем, он в таком же удручающем состоянии. И я вам могу сказать, что внутренности тоже кто-то, блин, варварски извратился. И опять снял радиатор с моста. Вот. Что же за зверь это делал? Планки памяти сейчас стоят там. Вы можете думать такие. О, наверное, 3 по гигу. А, 3 по... 3 по 2 гига. Да, да, да. Сейчас я вам все покажу. Тут боль. Оперативная память. Боль. Вот. Видите? Это боль. Три планки по 256. DDR2, ребят. Это не DDR1. DDR1 на 26 уже, можно сказать, бесполезные планки, которые совершенно никому не нужны в наше время. Но DDR2 на 26 мегабайт совершенно ненужная вещь. Реально, делать с ней нечего. Ну ладно, охлаждение досталось. Это очень даже ничего. Надеюсь, что мать работает. Прикольная мать. P5LD2SE. Мне кажется... На каком она интересен чипсете? Мне кажется, она вполне может работать с аксионами. Неплохая мамка, в принципе. Жалко, что кто-то вот так, как зверь, поверщался с ней. Ну, вот такие дела же, скорее, здесь нету. Давайте переходить к следующему. Остальные 4 системника, можно сказать, абсолютно идентичны с виду. И состояние их визуальное почти одинаково. Поэтому делать какой-то отдельный акцент, останавливаться на каждом из них, на внешнем виде каждого из них, не имеет совершенно никакого смысла. Поэтому будем бегло смотреть внутренности, так как корпус осматривает не имеет смысла. Все они на 3 с плюсом их состояние. Что же у нас здесь? У нас здесь 775 с хорошим, неплохим, большим, высоким радиатором и двумя планками под память. Здесь охлаждение на мосту никто не скоммунизмил. Очень интересно. Охренеть. Зато кто-то варварски отрезал пины. Посмотрите. Эти пины нужны для подключения передней панели. То есть PowerSV, PowerLED. Да. Блин, дружище, вот кто мне отдал, ты по-любому смотришь этот видос. Найди того человека, который работает у вас в конторе, и кто так варварски отрезал все это. Спросил просто один вопрос ему задай. Зачем? На кой хрен это нужно кому-то? Очень интересно, реально. Вот, блин, я бы с удовольствием узнал, зачем, кому нужны пины PowerSV, PowerLED и все остальные. Они же никогда не ломаются. Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы сломать эти пины. В общем, вот такой на 775-ом и 6-системник офисный. Давайте переходить сразу ко второму. Второй, я вам скажу, немножечко интересней. Здесь у нас DDR1 оперативная память, 775-ый сокет, DDR1 оперативная память. Есть жесткий диск, скорее всего, на Gigabyte 40 или 80, Samsung старый. Есть флопарь абсолютно никчемный. В общем, у нас есть 4 планки памяти. Сейчас они парные, я это вижу, они работают в Dual Channel. Это на 512 МБ. Скорее всего, вторая тоже, разумеется, на 512 МБ, потому что это Dual Channel и это DDR1. Здесь может быть 2 ГБ ее даже, я думаю. Совершенно верно, это тоже на 512 МБ. 2 ГБ от DDR1 памяти, никто не снял охлаждение моста. Ну, вот хоть на этом спасибо, блин, вот реально огромное спасибо, что здесь не поварварствовали. Так. В принципе, полный кит, не хватает блока питания, а видеокарты на АГП какой-нибудь средненькой, чтобы можно было пользоваться какими-нибудь уж примитивными играми. P5P800VM материнская плата. Вот такая вот мамка. В принципе, неплохо. 2 ГБ DDR1, хоть и по 512 МБ, вполне себе еще имеют право на жизнь. Давайте переходить к третьему системнику. В третьем системнике у нас 775. С оперативной памятью... Ой, блин, с оперативной памятью DDR2. С блоком питания на 350 Вт заявлено. И с точно таким же жестким диском Samsung, наверное, на 40 ГБ. Также PCI-Express у нас есть на матери. Очень неплохо. Я вижу очень много дутых кондеров. Блин, сколько же дутых кондеров. Раз, два, три, четыре, пять. Пять дутых кондеров я вижу как минимум. Да, придется есть чем повозиться. Компьютер, наверное, безбожно глючил с этими конденсаторами. Ну да, бог с ним. Вот такой вот третий у нас системник. А5-775. Интересно, двухъядерный там или одноядерный процессор стоит. Но все же с него-то, кстати, тоже радиатор никто, слава богу, не отломал и не отклеил. Остался всего лишь один. Вот точно такой же системник. И уже будет у нас обзор мелочевочки, так сказать. Давайте посмотрим последний системный блок. Последний системный блок, в отличие от всех остальных, выделяется обильным наличием пыли и грязи внутри. Это 775 с DDR1 оперативной памятью и с AGP слотом под видеокарту. Также жесткий диск Seagate. У нас вот присутствует и блок питания. Блок питания на 300 Вт. Ну, в принципе, ничего необычного. Также еще DVD-ROM есть белого цвета и сетевая карта. Опять же, обычное классическое офисное решение. Ничего лишнего нет. То есть, просто обычный классический офисный компьютер 2009-2011 года. Кто-то, опять же, отрезал все пины нахрен к подключению кнопок Power, SV, ну, все остальные. Кто-то их отрезал. Не знаю, кому они нужны, что это за извращение, но кто-то их порезал. Ладно, это можно нарастить. Ничего страшного. В общем, у нас сами системные блоки закончились. Давайте перейдем к мелочевочке, которая досталась вместе с ними. Вот, в общем, все сейчас перед вами. Все остальное. Первый у нас... Первый у нас кот роняет штатив. Негодяй такой. Где бубенцы? Кс-кс-кс. Ну, где бубенцы? Котик. Показывай. Встань. Встань. Где яйца? Яйца. Он не хочет показывать яички. Что это за кот такой? В расфокусе, во-первых. Во-вторых, а вон они, е-мое. Вот они, яички. Охренеть, какие здоровые. Нифига себе бубенцы. Вот это кошар отъел себе яички. Так, все, извините. Это компьютерный все-таки блок, а не зафилье. Надеюсь, не поставят мне 18 плюс на видео. Вот такая материнка, ребят. У меня к вам вопрос. Многие меня просили найти материнку на 775 сокете с DDR1 оперативной памятью и с AGP слотом. Вот она, она у меня в руках. Человек сказал, что она рабочая абсолютно. Ну, не знаю, я надеюсь на это, по крайней мере. Я ему верю. Не думаю, что он будет обманывать. И напишите, пожалуйста, свои идеи в комментарии. Потому что многие мне писали, чтобы я нашел такую мать. А для чего? Я не знаю. То есть, можно поставить сюда там пень D, допустим. Или там что-то еще. Ну, просто вот напишите, что можно сделать с такой матерью, которая 775. Скорее всего, поддержки Core Duo нет. Есть поддержка Pentium AD. Это самое максимальное, я думаю, здесь у нас AGP. И 4 слота DDR1. Вот такая материнская плата. Пополнил мою пока, пока, пока что, можно сказать, коллекцию. Потому что так я их не коллекционирую. Они все продаются рано или поздно. Идут в какую-то сборку. Но сейчас можно сказать, что она попала ко мне в коллекцию. Потому что реально матерей у меня штук 20 самых разных. И, не знаю, кстати, на ней дутиков много. Кондеров. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, целая куча дутиков. Наконец-то пригодятся все мои мертвые материнки. Под распайку абсолютно всех конденсаторов. Следующая материнская плата. Вот такая гигабайт. 775. Она у нас, не знаю, на каком чипсете. Ну, в общем, у нас здесь FSB 1333. То есть, скорее всего, она держит Core Quad. Держит Xeon. Вот такая мать. С PCI-Express. Но с двумя слотами под DDR2, наверное. Вероятнее всего, это DDR2. Так, сокет. Извините, сокет не изогнутый. Ножки. Самое важное. Нет, все ножки абсолютно целые. Вот такая вот материнка у нас. Охлаждение, слава богу, на месте. Следующая мать. Такая. Это тоже, наверное, LED Group. Такая мать. 478. Четыре слота под DDR1. Имеется у нас посткарта встроенная, так сказать. Посткоды показывает. Охлаждение стоит. Процессор стоит. Я не знаю, какой процессор стоит. И вот такая мать. С нее кто-то вообще выпаял мост один. Но я ее взял из-за вот такого охлаждения необычного для 478, которое не показывает виду, не подает виду, что это 478, что это старый мусор. И человек, когда покупает, думает, что это хоть что-то более-менее живое, наподобие 775. Здесь стоит 3.0 Intel Pentium 4, 3.0, 800 и частота, 1 мегабайт кэша. Вот здесь он стоит. И еще я конденсаторы отсюда выпаю. Соответственно, выпаю конденсаторы и сниму охлаждение с процессором. Так, что следующее? Следующее, следующее. Следующее у нас вот такая вот машинка для печатания этикета. Как я понял, EZ Label Printer. У меня нет вот такой вот кассеты с наклейками. А так, я понял, вставляешь кассету, включаешь машину эту. Вот нажимаешь ON. И здесь пишешь какой-то текст. Потом задать и напечатать. И она печатает тебе его на ленте. То есть, есть капсулок, есть цифры. Ну, очень много функций разных. Блин, я вам это все не показывал. В общем, вот включаем, там нажимаем. Она печатает. Я все это не показал, наверное. Ну, вот такая вот штучка. И вот тут вот так. Это ее образец работы, я уверен. Вот fucking machine написано. Только машина неправильно написана. Кто-то не очень грамотно писал. Не открывается. Тут батарейка, скорее всего, была. Ух ты, е-мое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь пальчиков батареек ее питало. Прикольная штука. Жалко, у меня нет кассеты картриджа самоклеющегося для этой машины. Очень прикольная вещь. Так. Далее. Bluetooth-клавиатура. Без одной кнопки и без самой фишки Bluetooth. Совершенно бесполезная вещь. Я не знаю, зачем я ее взял, но я ее взял, ребята. Далее. Какая-то хрень. От принтера, наверное. Я не знаю, что это. Ну, выброшу, если что. Меня никто не заставлял прям брать это, но я взял. Компорт, в принципе, еще может пригодиться. Это еще современная технология. Не всякий вам USB 3.1. Это компорт, поэтому он будет годен в хозяйстве всегда. Еще одна какая-то штука от принтера. Совершенно не понимаю ее значения. Не знаю. А вот здесь уже жирненький такой подгон. И очень, можно сказать, редкий. Это у нас Zip дисковод. Не путайте с Floppy дисководом. Размеры Zip дискет, размеры Zip носителя достигали, по-моему, 160 мегабайт. Я не помню точно, не буду вас обманывать. Вот такой Zip дисковод. Это одновременная кнопка и лампочка. Прикольная штука. Жалко, нет у меня Zip дискета. И внутри тоже, к сожалению, Zip дискета нет. Нет, была бы у меня хоть одна Zip дискета, посмотрели бы на это чудо. Этот интерфейс, я как помню, как я читал, не прижился. Уже появились флешки в то время. Появился USB, начало массово распространяться. И вот этот вот Zip формат, он просто умер, можно сказать. Далее. А, сейчас это, потом покажу. Сейчас. Еще одна мать на 775. И опять без охлада моста. Не знаю, рабочий или нет. Потому что теперь меня это смущает, эти снятые охлады моста. Также видеокарточка серии, наверное, 6600, 7600 HGS. Без охлаждения совершенно. Но видно, что ее не грели. Хотя бы что-то радует. Может быть, она и живая. Просто кто-то, может, себе снял на будущее охлаждение для какой-нибудь видеокарты. Да что тут говорить, даже вот эти пипки скрутили. Е-мое, что за люди? Почему нельзя было забрать тогда целиком видеокарту? Вот, я не знаю. Еще одна материнка, абсолютно идентичная этой. Две абсолютно идентичные матери. Обе без охлаждения мостов. Не понимаю, зачем так извращаться. Но это не мое дело. Кто-то этим занимался. Далее вот такая мультимедийная старая клавиатура на PS пополам. Я как раз пользуюсь, пользуюсь до сих пор PS пополам. Поэтому мне вполне себе пойдет. Тут даже дисплейчик какой-то есть. Может быть, часы можно выставлять на этом дисплее. Вполне себе прикольная клава. Я ее всю протру. Здесь есть кнопки, которые можно настраивать какие-то определенные действия. Нам лог. Тут разные еще штучки. ВВВ, плей, музыка. Выключить громче, меньше. Ну, реально прикольная, конечно. Клавиатура мультимедийная в свое время была. Это был топ того времени. Кстати, даже есть колесико, как будто я юзаю мышку. Вот так вот. Вполне себе ничего. Буду ей пользоваться сам. Скорее всего. Вероятнее всего. Если она, конечно же, работает, ребята. И последний подгон. Достаточно неплохой. А, нет. Еще не последний. Предпоследний подгон. Ой, блин. Ну, вы сами уже видите, что это. Я не понимаю, как снимается это двойное дно. Снимается ли оно вовсе. Похоже, оно не снимается. Но там что-то болтается. Бред какой-то, ребят. Какой-то бред. Я не знаю, что-то напихали. Ну, в общем, это шуруповерт. Вот такой вот электрический шуруповерт. К нему есть аккумулятор и зарядка. Но человек мне сказал, что аккумулятор, по-моему, полудохлый. Держит минут 20. Но ничего страшного. Можно заменить этот аккумулятор. Сейчас он абсолютно мертвый. Он даже не подает признаков жизни. 12-ти вольтовый АКБ. Если что, можно просто кинуть сюда два провода, напаять, и попользоваться от какого-нибудь компового блока питания. Я думаю, компового блока питания хватит для питаловой этой штукенции. Прикольная вещь. Реально полезный подгон. Очевидно, что это полезный подгон. Что там, интересно, вот так звякает. В общем, прикольная штука. Попробую зарядить от нее аккумулятор. Шуруповерт, в принципе, мне уже давно был нужен. И это уже понятное дело. Что он мне был нужен? Зарядка от нее есть. Можно попробовать, в общем, на досуге его зарядить. Теперь осталась последняя вещь. Это у нас, ребята, копир. Копир – штука интересная. У меня никогда в жизни копира не было. Я с ним не сталкивался, не работал. Сейчас я настрою штатив чуть-чуть. Извините за неудобства небольшие. Так. Все, стоит, стоит. В общем, копир от Canon. Он уже включен в розетку. Так. Вот такой. Я уже положил в него, смотрите. CD положил. И бумажку там положил с надписью. Вот. Копир на помойку хотели отнести, как я понял. Но я думаю, блин, а что бы не взять, в принципе. Так. Включается он вот здесь, по-моему, да. Вот. Одна копия. Тут можно больше копий делать. Две копии. Три копии. Как сбросить? Вот. Одна копия. Не знаю, что за буква АЕ. Давайте попробуем отсканировать. Отксерокопировать. Прикольные ламповые звуки. А, это то ли изменение качества, походу. Я понял. Смотрите. Здесь он в черноту отдает вот этот режим без АЕ. Сейчас я включу режим АЕ. И давайте другой скан сделаем. Сейчас будет все наглядно, вам понятно. Вот. Все. Я думаю, вы поняли, в чем разница. Вот так вот. То есть, вот этот ксерокопирует с белым фоном, тот на черном фоне. Конечно же, это изображение гораздо качественнее, симпатичнее. Также меньше тратится лазера. В общем, полностью рабочий у нас мне достался копир. Понятия не имею его фактической. Какое у него фактическое может быть применение, по крайней мере, у меня дома. Но оставлю его, положу на полку. Вот надо будет что-то ксерокопировать. Мне не надо никуда ехать. Я достаю свой собственный копир, пацаны. Собственный копир. И могу ксерокопировать. Также я напишу, повешу на квартире. Напишу маркером на бумаге. Отксерокопирую на своем копире. И напишу на своей двери. В общем, в квартиру на подъездной двери. И на подъездных дверях дома. Что в моей квартире производится ксерокопирование По 5 рублей за лист Это мой новый бизнес, пацаны, стартап Каждый крутится как может В общем, вот такой вот это последний подгон Больше подгонов нет Поэтому посмотрите на эту кисоньку На эту маленькую кисоньку Посмотрите, взгляните, как этот котик хочет еще подгонов Ладно, я шучу, нам всего хватит, да, кошара? Да, дай пять Молодец, красавчик, хороший кот В общем, вот такие дела, ребят Спасибо большое тебе, дружище, за такой подгон Офигенно, вот Многие могут не поверить, да, что вот кто-то может Такое подарить Кто-то вообще посчитает это хламом, всякие хейтеры Но, чуваки, кто хейтит Я, по крайней мере, на эти деньги, на этот У меня это и хобби, как бы, и мои видео Одновременно Так, на копир не залезай, я откопирую твои яички И отправлю колосы В общем, это мое и хобби И приработок денег мой Как бы так сказать И все равно эти компьютеры обретут вторую жизнь А не отправятся на металлолом Как они должны были отправиться в понедельник То есть, уже сегодня В общем, всем большое спасибо за то, что посмотрели видео Если вы хотите увидеть, если вы попали на этот канал случайно Не подписаны Если вы не знаете, что будет с этими компьютерами Они все будут, скорее всего, почти все будут восстановлены Все будут отреставрированы И все будут подготовлены к продаже И, соответственно, проданы Об этом всем Будут серии Будут серии сборок Так что, ребята, подписывайтесь Это кто не подписан Ну, а кто подписан Ребят, что могу сказать Ждите новых видосов Как видите, железо у меня просто уйма Просто жопа Сколько у меня теперь железо Девать его совершенно некуда Вот такие дела Все это будет собираться И продаваться Всем еще раз спасибо за просмотр Посмотрите последний раз на котика Скажи пока всем Пока, Мариосик Пока В общем, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok